Всем привет, чародейки! Снова у нас четвёртая серия, вечерний час, поздний час. Будем стараться говорить тихо, потому что наши соседи дремлют, но скоро, по всей видимости, перестанут дремать. Будем продолжать. В прошлой серии Will и все остальные получили суперсилы. Я что подумал, у нас получается есть двойная сила, там земля и телекинез, там и так далее и тому подобное, а у Will всё равно одна. Она всё равно на одну меньше. Ну, зато у неё сердце Кондракара. Я подумал, что у Will, когда она начала, это, кстати, скорее всего и есть квинтэссенция, которая бабка сидит там, шпуляет. Там такие же молнии, то же самое, что у Will. Она, скорее всего, была бывшая стражница, хранительница этого сердца Кондракара. И я не могу понять, почему уже у разжалованной стражницы, которая закончила свою карьеру, значок и пистолет положила на стол, вместо сердца Кондракара, почему у неё до сих пор остались силы? Разве после того, как ты свой пост сдаёшь, ты не становишься обычной? Так у бабушки Хайлин же... А, у бабушки Хайлин есть силы? Вот именно, что нет. У бабушки Хайлин сил нет. Слушай, она вот отошла от них, от всех, примкнула к злу, и у неё как-то силы остались. Ну что-то такое, наверное. Да, но это же одно и то же она повторяет. Ну, у меня потом Локебар, Хилиус какой-то. Кстати, внимательные зрители каждую твою оговорку внимательно слушали. Нет, заметили, что голос этой бабушки – это голос Хатидже из Великолепного века. Соответственно, голос Блум из Винкс. У нас уже сложилась такая традиция находить голоса, находить... Да, потому что у нас русские актёры дубляжа все одни и те же. Мне кажется, они как нам братья и сёстры родные. Мы скоро будем их по таинственные знаки оставлять. Я когда раньше занимался дизайном, бесплатным, разумеется, которым не доплачивали, я на визитке маленькие членики пририсовывал только в том месте, где я знал. Мне кажется, так все делают. Да, да, да. И разумеется, если ты не знаешь, куда смотреть, под каким углом, под ультрафиолетом, ты никогда это не увидишь. И если мы сейчас наслушаемся настолько много, мы сможем увидеть. А очень часто такое бывает. Ты слышишь какое-то странное слово, похоже на матерное, возможно. Очень часто такое слышу. Ну вот, допустим, мы очень часто видим в рисовках, когда аниматоры за три копейки получают веселяться по-своему. Ты это с первого раза никогда не увидишь. Есть же вот эти, допустим, в Короле Льве, там где-то написано слово секс или еще что-то. Ой, я видел, я видел, я видел православный разбор. Да, да, вот, я тоже видела религиозный разбор, что типа они зомбируют дети. А мне кажется, они просто угорали. Да, 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 там какой-то злой контекст. Там реально был какой-то православный ролик. Я видела, меня и православный видел, но какой-то тоже религиозный. Нам надо посмотреть, что типа детей зомбируют, там написано какие-то эти. Прикол, потому что дети это не видят. Да, вот именно, дети это никак не считают. Это не 25-й кадр какой-то. Да, дети сразу увидят секс и пойдут. Я ребенок. Лебидо. Я вообще, я таких, конечно, мамаш, я их боюсь. Это каждый раз, когда у нас вопросы. Постой, Саша. Все присни, погаси огонь. С расчески нашей королевы. Ну, разумеется. Это будет ее копия. Спорим, это будет ее копия. Да ладно. А, нет. Ого. Армянца. Я думал, они только миф. Зачем они тебе? Для мести. Эй, вы сокрушители, вперед к замку Элеон. Эй, вы сокрушители. Я не могу просто сама риторика. Эй, вы, идите. Идите его подбирать и подчищать изо мной. Уничтожайте все и вся на своем пути. Странные челики. Я все жду. Какой-то комедию, где вызовут зло, тайное зло. Сатану из преисподней. Вот они все, им приказывают, они такие. Пошел в задницу. Пошел нахер. И идут просто жить. А в основном же они какие-то безвольные существа. Кто их призвал, тот их хозяин. Тому они подчиняются. Вот я жду, когда появится какой-то. Типа как Винкс, вот эта армия, которую Айси и Дарси и Сторми призвали. Мобилизованные эти, да. Но, кстати, здесь, когда Сюрия у нас с Хэллоуином? Нам классную картинку прописали с Хэллоуином. А какая Кириа с Хэллоуином? Я не знаю, здесь есть Кириа с Хэллоуином? С Хэллоуином. С Хэллоуином. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас как на стримах. Ой, 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 ой. Стримершек, что ли, мне дура... А, дуреть, ты чё? Ты с ума сошла? Это нормально вообще? Я нахврачу показаться. Отсоединяю. Ты лечиться, да? Чародейки. D значит давление. Так, я, знаете чё, новую традицию хочу у нас. D значит и ваш вариант. Каждый, под каждой серией. Это очень интересно. А, кстати, да. Давайте под каждой серией писать свои варианты. Типа V значит... Тут что? Типа, это же dangerous. Типа опасность. Типа у нас давление, ладно. Ну, хоть бы подобрали какие-то слова D значит... Душнила. Итак, если x равен 6, а y равен x в квадрате, то ты у нас настоящий гений. Ты это решила, а ведь мы в седьмом классе. Ты можешь не хуже, Вилл. Можно к вам присесть? Там реально Элен вернулась. Там замес был в том, что мать Уилл решила сдать её в какой-то пансионат. А, нет, можно сменить город, потому что она якобы не прижилась. Ну, в школу для отсталых. Нет, нет, просто город. Вот именно, что она не школу меняет, что странно, да? Или там, не знаю, не с дочерью разговаривать. Типа, почему у тебя... Или не платит за репетитора, да? Или не платит за репетитора. Не знаю, ну масса методов. А решает поменять город. Как город поменяет проблемы Уилл с математикой? Мне кажется, она приезжает в новый город. У неё, ну, на Стрессаке тоже первые два месяца ничего не получается. Да, даже не на Стрессаке, но нет у него, может быть, способности к математике. Ну вот я... Вот поменяй мне хоть 300 городов. Я не буду понимать математику. Ну, говорят, от хорошего учителя многое, что зависит. Хорошо, от учителя я, может быть, сдам какой-то экзамен, что-то, блин, зазубрю. Но если знаете, что я буду её понимать? Ну, в твоём случае, не знаю. В моём случае, вы не представляете, насколько это, ну, днище моей познания и моей способности. Ну, ты тоже, ну, любимый. В математике. Ну, ты тоже, да. Ну, твои тоже недалеко, кстати, что ты меня успокаиваешь. Мы так плещены, что ты вдруг снизошёл до нас. Но у стола может стоять не больше шести стульев. Закон школы. А ещё закон школы навряд ли принимает меридианцев. А что он делает? Кстати, да, как он зарегался в школу? Ну, это ладно. Мне кажется, что проникнуть в школьную столовую, надо что-то предъявить, нет? А он там работает. Он же официантом. На работу могут взять неофициально. У бабушки Янлин. Янлин, да, звали бабушку? У нас тоже есть законы. Не брать чужое, не нападать на ближнего. Но никаких запретов сесть к друзьям за стол. Мэтт, Мэтт, а мы тут. Спасибо. Я составлю компанию Калибу. Когда они сдружились? А почему они так к Калибу относятся? Из-за Корнелии. Точнее, не они, а Корнелия так относятся. Они же расстались недавно. Я поэтому удивился, потому что у Корнелии есть мотив его избегать, а у Уилл. Да, они просто из солидарности. Просто из солидарности, подружки такие. Хромосомы Х до Игрек. Ну, как тебе в нашей школе? У вас есть правило шести стульев? О, таком не слышал. Да, к слову, о стражницах. Не кстати. Я хочу в их команду сражаться вместе. Но, Мэтт, ты не воин. А ты бы смог научить меня, Калиб. А в обмен я расскажу тебе про здешние подводные камни. Камни? Например, не советую есть паштет. Значит, договорились? Снова эти шутки про столовскую жрачку. Везде одни одинаковые. Я хочу, я прям реально. Моя мечта. Стать столовым фудвлогером. Ходить по школьным столовкам. У меня была подобная практика, когда я ходила каждый раз из школы в школу. Когда ты работала английским учительом. Да, да, да. Английским учительом. У меня английского. И мне приходилось иногда там обедать. У тебя есть рейтинг свой внутренний? В какой школе? Ну, самая вкусная была, которая вот на парке Горького школа. Там через... Ну, короче. Очень интересно. Противоречиво. Ну, сейчас, естественно, не получится, конечно же. Извини, это не так просто. Он очень хитрый противник. Алло? Какая классная мобила. Ничем. А тут... Не рассказываю про наши тренировки. Алло? Калиб. Бланк прибыл из Меридиана. Мышка сочная, очень толстая. Ой, ты не га. Понял. Я бегу. Вести из дома. Прости. О, там есть женский манекен, посмотри. Да, да, да. Там, ну, типа ты, Калиб, почему ты учишь женщин бить? Ну, посмотри, у него реально вот там фигурочка. Да мне кажется, она просто оторвана так, что похоже на женскую фигуру. Нет, это реально женская фигура. А, я понял, что это такое. Это обычный манекен для пошива платьев. А, ну да, кстати, да. О, оооо. О, они стреляют вот так вот. Это кто, злодеи? Да, летим. Мне нравится, очень пошлый вот этот... Что? Разрез, складки. У кого? Вообще, в целом, то через что они перемещаются. А, ой, Саша... Это метафорическая игра художников. Мы с тобой говорили об этом. Нет, это твоя больная фантазия. Ничего подобного. Ты умираешь в реальном мире и перерождаешься в новом мире. Саша, все, пожалуйста. Но это не так далеко от истины. Полная херота. Вдумай. Полная херота. Как так? Ого. Мы тут лишние. Ты их просто смела, как песок. Я в восхищении. Я ничего не видела. Ага, слепую стреляла. Впечатляет. Да, мне кажется, она ничего не делала. Кто это был? Судя по описанию, это те, кого я надеялся ни разу не увидеть в этой жизни. Сокрушители. Грозные и безжалостные машины зла. Хорошо, что вы их истребили, ваше величество. Так она не истребляла. Мне кажется, они просто исчезли. Они просто такие спают. Они вот, да, превращаются в песок, потом из какого-то другого песка. Песок-то улетел. Да, возраждают. Как песочник. Как песочник. Это скорее, может, не песок, а как... Уголь. Нет, не уголь. Пепел. Мой любимый уголь. В этом сезоне как будто меньше стало гэгов с... Бланком? Да. Бланк вообще на нем весь сезон держался. Сейчас он... Ну, мы пока 2-3 серии посмотрели. Ну, как будто меньше кратно. Ну, его меньше стало. Кратно меньше. Да, согласен. А раньше о нем целые серии были. Ну, или завязано на его пакости. Жесть. Это же просто убивает людей, мне кажется. Ну, вот они рассыпаются, а потом они перерождаются. Объясните мне, Калибр в школу пошел, что ли? Да, да, Калибр в школу пошел. Я вообще не понимаю вот эти их разборки с Корнелией. Теперь-то он живет здесь, почему бы им не поговорить и не начать снова встречаться? Ну, ведь они расстались, потому что Калибр решил остаться на беридеане. Ну, они расстались, они взяли небольшую техническую паузу. Ну, вот тем более, если это была пауза, а не расставание. Сейчас-то ничего по идее не мешает их отношениям. А как он учится? Он прям в 10-м, в каком-то, в 11-м классе, ему 16 лет. Да, ну, да. Ну, он дебил же по меркам землян. Вот именно он ни читать, ни писать не умеет. Мне кажется, что... Ничего не говорит за какие-то... Ну, он как бы хороший лидер, у него развито, возможно, логическое мышление, стратегия. Ну, супер, на ОБЖ и физкультуре он званый гость. Да-да-да, и то, на физкультуре, как видишь, все плохо. Ну, в плане он не знает правил. А как он, ну... Как он сидит на химии, там, не знаю, на биологии. Я думаю, что благодаря тому, что он устроился в эту школу... На общество знаний. Уилл сможет на контрасте с этим померкам школы дебилом остаться. Они такие, у нас есть более слабые ученики, при этом мы их берем и принимаем. И вот заявление матери, что нормально. Так, блин, в школе-то никто Уилла и не выгонял. Ну, подумаешь, контрольную завалила. Ну, господи, так все делают. Ну, да, там мать. Это мать что-то, блин, вообще паникует. Все зудовануло. Тост за пять с минусом и хороших подруг. Спасибо, но Уилл все сделала сама. Знаешь, кто мне очень помог? Мэтт. Мэтт? А, в смысле Тарани. Я боюсь эту мамку. Анна такая, тебе нельзя общаться с мальчиками. Мэтт. Я разрешила тебе разговаривать с девочками. Но только чтобы они помогали тебе. Иди делать уроки. Ну, мальчики, нет, 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 грех, грех, грех. Все. Я боюсь эту мамку. Я в туалет схожу. Пойду вымой руки, дед. Молодец. Прикольно. С дедом пошел в ресторан. Почему нет? Сидишь с дедом такой, он тебе вина налил, пасту. Лучше с дедом попробуй, чем на улице где-то. Дед такой, ножка тебе вина. Что с тобой не так? Ну, это ресторан такой прям, ну, это не столовка. Это прям китайский ресторан. А почему деды не могут идти в ресторан? Ну, ты с внуком идешь. И что в этом такого? Да ничего страшного. Выкинет и стереотипы из головы. Ты дедом будешь, не повезешь внука в ресторан? Я надеюсь, он будет достаточно адекватным, чтобы отказаться. Что в этом такого? Да не знаю, стряну. Ты часто видишь? Вот ладно, Рубин. Нет, хорошо. А почему для тебя ресторан это только для каких-то романтических похождений? Потому что мне засрал голову Голливуд. Я полностью отравлен. Попей воды, очистись, я не знаю. Это пропаган... О, кстати, мой чай закончился. Вот ты и несешьки разговорняков. Ты когда смотришь всякие фильмы... У меня это не вызывает еще никаких вопросов. Там такая, Сара, как ты считаешь, моя компания, мням, 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 мням. И на фоне ты хоть раз видишь какого-нибудь внука и деда, которые сидят кушают. Да, блин, спокойно вообще. Я себе это очень хорошо представляю. Ну, это входит в мою какую-то картину. Ладно, ладно. Мира. Эй, Вилл, в чем дело? Задам тебе тот же вопрос. Обед подан, мистер Хагглз. Мне кажется, ты меня избегаешь. Что ты? Слышь, у нее башка сверкает. Да, да, да. Нет, я просто был занят. Чем именно? Ну, так разным. Даррене, которой пришлось сидеть с матерью Уилл. Привет, я Герберт Уолсон. Вы мама Уилл? Да. С Юзен Бэндом. О, вы хозяин зоомагазина. И точно. Тот самый чел. Тот самый дед, да. Да, которому Эллион прилетела и ноги попереломала. Интересно, как будет эта сцена, когда Эллион вернется, он-то ее помнит. Это знаешь, как вот эта сцена, когда Бранд Старк встретился с Ланнистером, с Джейми Ланнистером, который, ну, типа помнишь вот эти моменты? Да-да-да-да. Че, дедушка Мэтта? А, опять Мэтт? Это юноша, с которым вы пришли? Разве Уилл вас не познакомила? Странно, ведь это он подарил ей Соню. Принес мистера Хагглса? Ну да, когда они только начинали дружить. Дружить? Ё-о-о-о, дед, кому ты рассказываешь? Ну, видишь, он... Видишь, как дед положительно к этому относится? Типа, что такого? Они дружат, он ей дарит животных каких-то, ну, это же мило. Ну, со стороны деда это действительно нормально выглядит. Да, потому что, мне кажется, он его и не надоумил. Может быть, на что-нибудь такое, типа, подари ей мышку. Дедовский метод. Да-да, девочки все любят мышонкам. Ну, это... А мать сразу такая, что? У моей дочери есть друг. Ну, я боюсь эту мать, я тебе говорю. Обиделся? Нет, с чего ты взяла? Я просто занимался. Ну, ты знаешь, репетировал с группой. Вот так не жутко. Ау! Прости. Я ж тут донэлектризована. О, жаль. Я вас огорчил. Нет, просто... Вилл ничего от меня не скрывала до переезда в Хэзерфилд. Но это мы скоро исправим. А-а-а! Я не выношу животных. И нечего меня успокаивать. Люди на фоне просто делают вот так вот. И дед с внуком целуется. Ну, потому что... Потому что вся массовка обычно непроработанная. Ладно, все же заткнулся. Ты не Хайлин. Но наш ресторан не место для грызунов. Но где же ему обитать? А-а-а, не пойдет. У папы аллергия на мех. Здесь мех это всего ничего. Он такой пушистый и чудный. Ни за что. Никак, 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 никак не выйдет. Я звоню в санинспекцию. Ну, ладно. Ладно, 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 ладно. Это местный прикол, я так понимаю. Он должен у каждого пожить. Да, да, да. Ну, подарок Уилл из-за матери. Блин, она не может его оставить себе. По рукам пошел. Ну, ладно. Чёрты. Нет, 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 нет. Что ж, сложно, блин, запирать эту штуку. Там не, малыш, иди, иди сюда, там не малыш. О, вот как он-то у неё прикольно. Да, подожди, да, я рассмотрю. Смотри, у неё там стоит штатив. Видишь, зонт цвета отражающий. Да, 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 зонт. Что ещё? Ну, книжки, понятно, всё то же самое. Растения, прикольный ковер. Какие-то барабаны. Причём, видишь, это... Это как будто стул, да? Это не стуль, это барабаны, на которые ты вот так вот зажимаешь между... Нет, это стул с Сашем стоит напротив туалетного столика. Нет, это барабаны, ты посмотри на их форму. Хорошо, это барабаны. Доброе утро, детка. Завтрак почти готов. Папа, я, простуда, жаль. Это аллергия. Опять на пыльцу? О, шоины и родители. А как так вот... Ну, он тёмный, да, получается? Ну, он афроамериканец, а она как будто бы что-то такое... Азиатская. Азиатская. Больше на китаянку похоже. Тоже метиску, потому что... А, ну... Она разве не приёмная, Тарани? Тарани разве приёмная? Нам, по-моему, в комментариях писали, что Тарани приёмная. Ну, только вы поможете разобраться в этом. ДНК-тест! Тарани, Тарани Кук, что у тебя в руке? Корм для мышек. В нашем доме завелась мышь? Мышь? Нет! Корм для мышек – торговая марка. В школе все хрустятым. Ну, формально он не мышь, а Соня. О, какой милый. Формально пусть исчезнет. Сейчас. Неплохо. Неплохо нарисовано. Обычно, когда происходят драки, у нас чёрный экран, какая-то полоска, звуки, эффекты, и там ты лежишь уже. А, всё. А тут прям вы показали всё, развернули. Слабак! Эй, в учёбе всегда тяжело, но ты делаешь успехи, потому что я великий тренер. Ты прав, учитель. Псс, эй, герои, сокрушители, распоринок, они не торговаться. Бланк, открой мне проход в наш меридиан. Мэтт, дуй за Эллион и стражницами. Я мигом. Не интересуюсь. Бери, ты единственный, у кого он ещё не жил. Да, переходящий зверёк Соня. Ладно, я возьму. С ним вообще никаких хлопот. Вилл, сокрушители громят меридианский рынок. Найди Эллин, Хайлин и Ирму. Что я вам посвильный? Стой, Мэтт, возьми грызуна. Реально, а что его загоняли? Телефоны же есть у всех. Да, кстати. Они никогда не созваниваются. У девочек, кстати, поменялась одежда, заметил? Это ты должна была заметить. Твоя была претензия в первом сезоне, что они в одинаковом ходят. Так они всё равно весь сезон будут в одинаковом ходить. Ну и где паника? Надо их остановить. Нам пора приниматься за дело. С грызуном полетела. Согрушители выкованы в пламени. Огоним нипочём. Пора. Похоже, в телете не достаёт жилет. Ну, видели? Словачок. Ладно, успешила с выводом. Они начали восстанавливаться. Мистер Хагглс! Корнелия! Оговорил никаких хлопот. Блин, бедный мистер Хагглс. Это был Калеб. Ну, of course. Спасибо. Ты как раз вовремя. Бланк, не важно нацелить зуб тонко. Что поздно виноват Бланк. Так загладь вину. Найди грызуна. Брызг для Бланка? Ага, мя-мя-мя. Соня не еда. Это друг. Если съешь, мы тебя поджарим. Жареный мышь тоже вкусно. Они реально как эти чутики из Винкс восстанавливаются. Не в силах помочь? Да хоть не мешай. Хватит, что ты все злишься на меня. Я с вами каждый день. Ради королевы, а не меня. Ты хотела, чтобы я был на земле. Для тебя это важно? Почему? Какой тупой. Почему они тают каждый раз, когда Элён появляются? Опять они. Ну, Мэтт знаток подводных камней. Почему девчонки кошмарные? Об этом написаны книги. Мэтт, что ты тут делаешь? Понимаешь, как опасно? Ладно, понял. Мэтт у домой. Прости. Вам всем пора по домам. Зато Бланк не ест мыши. Хорошо, да? То есть Бланк голодный, но... Ну так жалко всех меридианцев. Почему? У них и так жизнь нелегка. Жизнь меридианца нелегка. А в понедельнике еще они легче. Еще не легче. И тут твою хату просто разнесли. Может, просто выпустим его? Корнелия, Соня твоя. Да, Корнелия, вы с Грызуном отличная пара. Хагглс покруче Гудини. Ну вообще, кто у нас самый такой жесткий зверю? Медоед. Медоед. Что такое медоед? Ну, такое животное. Первый раз слышу. Ну, он больше похож на бурсука, только вообще жесткий чел. Чел. Его никак не могут удержать ни клетки, ничего. Он грызет, разрывает, перебирается через препятствия. Ну, очень похоже на медоеда, по-моему, именно по навыкам бегства. Ишь, не страховался, я отнесла его Наполеону. Думаю, они подружатся. Ты пригласила мышь? Спасть коту? Мульчики не смотришь? Нет! Плохой Наполеон! Хватай его! Иди сюда! Отстань от меня! Итак, вот это Меридиан. Сокрушители напали на ферму, кузницу и рынок. Думаю... Да, но как извести их? Слушайте... Можем, если мы объединим силы. Эй, это же замок Элион! Я решил опередить сокрушителей. Атаки не случайны. Все они на прямой линии к замку. Сокрушители исчезают, когда Элион там, и возникают, едва она улетит. Они её не боятся. При ней их просто не существует. Волшебство, да? Мне нельзя покидать Меридиан. Стать пленницей своего королевства. Разве есть выход? Чтобы решить задачу, лучше уйди с Меридиана. Пусть работают стражницы. Ты столько времени проводишь в школе, что сокрушители могли уже добраться до твоего замка. Надо помешать им! А если отрезать у тебя кусок волос, ты же всё равно, получается, часть Элион. Ну, смотря какая лазейка в этом заклинании. Ну да, взять, вот, ноготь отрезать и всё. И то есть технический номер делать. Ну, ХЗ как это работает. Одна просьба. Подержи у себя Соню-разрушительницу. Элион, у тебя лучше с перемещением. Может быть. Что ж, помогу в этом. Хоть какая-то польза. Не в том смысле. Я знаю. Уж намыльте за меня им шеи. Так а смысл у них не получается их победить? Уилл, это я придумал. И не говори, что слишком опасно. Отец, ты цел? Если им не мешать, нас не трогают. Похоже, их цель разрушить дворец. Мы знаем. Ну вот, смысл. Я не понимаю. Смешной Мэтт. Да, смешной Мэтт. Бланк, ты должен провести меня к замку. Они пошли в атаку. Бланк уже не очень смеяться. Сейчас, по идее, у Мэтта должна быть какая-то суперидея. Супер генеральная. Которая все разрулит. Всех победит. И в конце была такая. Прости, что сомневалась тебе. Удавайте все больше свободы. Но в следующий раз все равно не лезь, потому что это опасно. Я дам это. Но она же, понимаешь, хочешь не хочешь, от матери набралась. Ну конечно, конечно. И поэтому все равно такая. Земной шпионский прибор. Прослушка с 15 метров. Бланк выменял рот. Наш ланг. Красивый камень. Мэтт, постой! Ага, кто тут главный? Мэтт! Я что? Мечишь молнией? Да. Сказала, что наэлектризована. Момент. Те, что ты испепелила, не восстановились. Эй! Сгоняйте сокрушителей в кучу! Вилл довершит дело! Мэтт, я не знаю, смогу ли. Сможет! Вперед! Круто они сделали из стекла. Бассейн? Да. Я такую командную работаю. Очень классно. Да! Вот так вот! И все! Так легко? Ладно, нет, это не прям легко было. Нет, это не было легко. Сгоняйте сокрушителей. Ну ладно, если бы у них не... А почему только сила Уилл может? Потому что это какая-то кондесенция. Потому что вот эта вот бабка, это Уилл в прошлом. Да. Ну, сила Уилл. Она-то собрала ее с помощью тех же сил, которыми обладает Уилл. Еп! Как бы спали у меня. Мне еще работать и работать! А с кем живет Эллион? Одна. С родителями. Да, получается, одна родители там остались. Ну, как я поняла, родители остались... Как я понял, ей не обязательно здесь жить. Она просто сюда в школу завесу открывает, на первый урок сразу заканчивается. И после продленки в туалете открываешь завесу на меридею. Да, кстати, очень удобно. Засражаться? Я такой бесполезный, а мне хотелось стать грозным. Конечно, это глупо, но пока я учился драться, ты научилась метать молнии. Мэтт, брось, ты вполне на уровне. И потом моему другу вовсе не обязательно быть грозным. Сокрушители были грозные, и где они? Ужас, он сбежал! Может, вернуть деда? Удачи, это Соня опасно. Да, но я не боюсь угроз. Он прикольный. Мне Мэтт нравится. Мэтт? В целом, Мэтт. А, я думал, мне Мэтт нравится. Нет, Мэтт такое прикольно, положительный чувак. Не знаю. Ровный такой. Просто ты тоже сидит, выделывается такой, а? Ну, слушай, когда твоя девушка стражница, тебе хочется как-то, я не знаю, соседству. Чувствуешь себя униженным максимально. Чувствуешь себя обычным, блин, лохом каким-то. И поэтому это нормальное стремление быть каким-то прикольным. Я думаю, он погибнет в этом стремлении, когда не поздно. Ну, если он будет перебаршивать, скорее всего, ребят, это будет. Так, ну что, посмотрели. Супер, это была четвертая серия. Напоминаю, что все ваши арты, которые вы присылаете, будут использованы против вас в суде и в обложках. Точно так же. Очень здорово, что вы не забрасываете это милое дело, потому что как только ваши арты иссякнут, начнутся великие скрины из самого сериала. Не надо этого допускать. Скидывайте свои работы. У нас каждый пост, соответственно, появляется в Телеграме с анонсом или с ссылкой на, допустим, серию YouTube. Туда прямо и скидывайте ваши замечательные PSD-шечки. Они будут с удовольствием моим, использованы в обложках. Спасибо, что посидели, посмотрели с нами. Пишите, что думаете в рамках приличного. Потому что, когда я говорю, пишите, что думаете, некоторые пишут, я думаю, что вы кретина. Ну, то есть, вот что-то про сериал, что-то не про спойлеры. Немножко можно про нас, но что-то такое нежненькое. Что-то такое адекватное. Нет, ну не обязательно прямо у нас. Бывает, кстати, у нас есть хорошая критика, я тебе скажу. Это классно. Но есть люди, которые думают, что... Говно! Как говорит психолог Лина Дианова... Она так давай послушала. Какая-то... Ссылочка на канал, я не знаю, шучу. Ну, что критика... Она, кстати, с нами живет. Переехала сюда. Она там сидит, работает. Силолог Лина Дианова. Ты дашь мне сказать. Лина Дианова. Ну, дай сказать. Да-да-да. Пока ты вот отвлекал, я забыла мысль. Лина Дианова. Что любая критика негативная, если о ней не просили. Вот. Типа, если тебя не просят мнение, то и ты пишешь, ну, свое мнение негативное, то это плохо. Это ненормальная ситуация. Истинный глаголик Лина Дианова. Я тоже так считаю. Давайте все будем как Лина Дианова. Так, все. Пока, ребятки. Спасибо, что посидели с нами. Опять же, все ваши комментарии. И да, самое главное, это надо лайкать. Без всяких долгих прелюдий я рассказываю. Чем больше вы лайкаете, тем больше нам понятно, что этот проект вам заходит. У нас очень много мультиков и сериалов, которые нас просят посмотреть. Единственный способ оценить вовлеченность ваш в проект, это именно по лайкам. Потому что комментариев может быть много от одного человека. И просмотры не гарант. Потому что если залетело в рекомендациях, даже две минуты просмотра и при этом выключенный ролик впоследствии является просмотром для Ютуба. Поэтому на это тоже ориентироваться нельзя. А вот если лайк поставил, то тот человек реально кликнул, понял, что ему это нравится и хочет продолжения. Поэтому продолжайте в этом духе. Если хотите дальше чародеек, то будем иметь в виду, что вам этот проект нравится, по лайкам. Все, ребятки. Спасибо, что посмотрели с нами. Пока. Пока. Пока.